Древние цивилизации Древние цивилизации На протяжении трех тысяч лет жизнь древних египтян красочно изображалась на стенах богатых усыпальниц. Настенная живопись демонстрирует желание знати сохранить власть и богатство даже после смерти. Эти усыпальницы служили своеобразным переходом из этого мира в загробную жизнь. Стены усыпальниц дают нам исчерпывающее представление о разнообразной повседневной жизни своих владельцев. В течение тысяч лет египтяне делали кирпичи из необожженной глины, высекали каменные блоки, изготавливали керамику. Как древнему Египту удалось стать колыбелью цивилизаций, если 95% его площади занимала пустыня? Великий Нил послужит нам ответом. Фильм второй. Древний Египет. Цветок в пустыне. Древний Египет. Одна из первых цивилизаций, созданных человеком. В современном Египте около 90% населения – мусульмане. Но останки первого фараона Древнего Египта, основанного более 5000 лет назад царем Менеса, можно увидеть и сегодня. 30 династий фараонов Древнего Египта делятся между Древним, Средним, Новым царством и несколькими переходными периодами. Нил занимает второе место по протяженности среди всех рек мира. Большинство египетских городов расположены на берегах Нила, и сегодня в них живут более 80 миллионов человек. Первые люди поселились на берегах Нила 10 тысяч лет назад. Хамди Шабар выращивает пшеницу на берегах Нила. Когда он возвращается с работы, дети тепло приветствуют его. Это моя племянница, это мой сын Ешель, это мои племянники Юсуф и Марат, мой второй сын Мухаммед, а это моя жена Хазиз. Это моя мама. Мама! Добрый день! Хамди Шабар – младший из четырех детей в семье. Его братья и сестра живут и работают в той же деревне. Мне нравится, что мои дети остались и живут все вместе в деревне. Я вижу, что мои дети счастливы, и это составляет счастье моей жизни сейчас. Аиш – лепешка, изготавливающаяся в традиционной печи. Это основная пища многих египтян. Обычная семейная трапеза состоит из аиша и чая. Хлеб рождается благодаря Нилу. Осадков в Египте выпадает чуть больше нуля, поэтому его часто называют пустынной страной. Если бы не существовало Нила, то ниоткуда было бы взять воду для выращивания зерновых. Наша пшеница растет шесть месяцев. Затем мы делаем из нее хлеб. Убрав пшеницу, мы высаживаем кукурузу. Она растет в три месяца. Хамди Шабер начал работать на семейной ферме с семи лет. Он, как никто другой, понимает, насколько Нил обеспечивает пропитание его семьи. Нил для нас это все. Без этой реки наша жизнь здесь была бы невыносима. Во время паводка река разливается, и это очень хорошо для нас. Сейчас у нас май. В июле уровень реки поднимется, и здесь повсюду будет вода. Разлив Нила длится не меньше двух месяцев. А когда вода спадает, почва остается влажной, и мы можем выращивать на ней урожай. Для земледелия здесь неплохие условия. В Египте почти не бывает дождей в течение года. Но фермеры выращивают отличный урожай благодаря увлажнению почвы в результате разлива Нила. Нил обеспечивал поддержание сельского хозяйства еще во времена древнего Египта. В гробнице Мена мы видим настенную роспись, которой несколько тысяч лет. На ней показаны египтяне, собирающие урожай зерновых, крестьяне, работающие на полях золотого цвета. Люди несут корзины полной пшеницы. Быки топчут колосья. Работники отделяют зерна от плебел. Типичный египетский чиновник рассчитывает и собирает налоги. В этой сцене человека бьют палками. Возможно, его наказывают за то, что не заплатил вовремя налоги. В мостобе Акагемне изображены различные сцены повседневной жизни на Ниле. Здесь вы видите крокодилы, напавшего на стадо, переходившие реку. Погонщики сражаются с крокодилом. Один из них решительно настроен спасти стадо. И на каждом изображении мы видим, что Нил заполнен рыбой. Кажется, будто ее можно ловить в любом месте в любой момент. Таким богатым был Нил во времена Древнего Египта. В Бурунде, стране, расположенной на экваторе, находится самый удаленный исток Белого Нила. Голубой Нил берет свое начало на эфиопских горных плато. Две эти реки сливаются в нубийской пустыне и превращаются в единый Нил. Египет окружен пустыней и крупными водоемами. Он представляет собой естественную крепость. Эти условия способствовали созданию прочной цивилизации. Весной на эфиопской Нагорье обрушиваются дожди, и это приводит в итоге к разливу Нилы. В течение четырех месяцев с июля по октябрь мощные потоки воды несутся с юга на север. Египтяне освоили науку украшения бурных вод. Нилометр измеряет уровень воды в реке. Ожидание урожая базируется именно на измерениях уровня воды в период разлива. Поэтому эти данные жизненно важны для всей страны. Уровень воды в Ниле измеряется в предплечье. Одно предплечье человека составляет примерно 57 сантиметров. Для хорошего урожая уровень воды должен оказаться между цифрами 14 и 18. Если уровень воды окажется ниже 14, нас ждет плохой урожай. Но и слишком высокий уровень воды также не полезен. Вот такую большую роль играет разлив Нила для египтян. Древние египтяне считали, что в точности измерений лежит ключ к успеху цивилизации. И совершенствовали свои методы. Каждый раз, когда вода отступала, крестьяне проводили новые границы своих полей. Позднее точные измерения Земли положили конец бесконечным спорам среди земледельцев. Именно благодаря этому египтяне далеко продвинулись в геометрии и почвоведенье. В результате разлива вдоль берегов откладывается Ил, принесенный сверху в Ефрике. Это и обеспечивало богатый урожай. Египтяне не строили дамп и плотин для удержания воды. Они терпеливо ждали, когда вода спадет сама. Наводнение было благословением, а не катастрофой. В период разлива сельскохозяйственные работы вести было нельзя, и крестьян забирали на общественные работы. Именно благодаря этому возникли пирамиды. Неподалеку от Мамфиса, который 400 лет был египетской столицей, стоят величественные пирамиды, воздвигнутые в эпоху Древнего Царства. Пирамиды служили усыпальницами фараонов. Пирамиды стали воплощением знаний египтян в математике, астрономии, инженерном деле, геологии и архитектуре. Самой высокой пирамидой и одним из семи чудес света является пирамида Хеопса. Она состоит из 2 миллионов 300 тысяч камней, каждый весом 2,5 тонны. Высота пирамиды — 147 метров. Ученые полагают, что от основания пирамиды и до ее вершины был построен мобильный пандус. Эти пандусы использовались для установки каменных блоков на свои места. Такой сценарий, мне кажется, наиболее вероятным. Следы пандусов обнаружены, и можно предположить, что их использовали для транспортировки каменных блоков. Они тянулись вокруг всей пирамиды. По всей территории Египта найдено около 90 пирамид. Пирамида Хеопса имеет квадратное основание и ориентирована на север. Погребальная камера фараона расположена в центре. Каждая стена пирамиды обращена точно в направлении одной из сторон света. Считалось, что пирамиды служили точкой притяжения энергии из космоса. Из подземных камер требовалось взобраться наверх по наклонному коридору, чтобы попасть в камеру царицы. В 40 метрах от камеры царицы находится большая галерея высотой 8,5 метров и длиной 48 метров. Ее потолок спроектирован таким образом, чтобы выдержать давление камней, лежащих сверху. Камера фараона – самое крупное помещение пирамиды и центр притяжения сил. Геометрия пирамиды, по мнению египтян, выражала все тайны космоса. Считалось, что фараоны были прямыми потомками бога Солнца, которому поклонялись древние египтяне. Таким образом, пирамиды символизировали абсолютную власть фараона. Пирамиды стали объектами религиозного поклонения древних египтян, почитавших фараонов наравне с богами. Чтобы пройти в коридор, выстроенный под углом 70 градусов, большинству людей приходится сгибаться. Красная пирамида значительно меньше пирамиды Хеопса, но ее большая галерея имеет аналогичный уклон, позволяющий выдержать вес каменных блоков. В то время египтяне верили, что после смерти фараоны обретают вечную жизнь и возносятся на небеса в потоке света. В поисках бессмертия фараоны начинали строительство пирамид вскоре после вступления на трон. Власть фараонов не была неограниченной, они должны были выполнять пожелания богов. Я дарую тебе царство. Песок пустыни, на котором я стоял, противостоит мне. И чтобы исправить это, ты будешь исполнять желания, которые рождаются в моем сердце. Очнувшись ото сна, принц велел расчистить песок. Через несколько лет Тутмос IV стал фараоном. 72 метра длиной, 21 метр высотой. Считается, что в момент постройки он был раскрашенным. У сфинкса тело льва и голова человека. Он служил символом смелости и мудрости. Взгляд сфинкса устремлен на восток, туда, где каждый день возрождается жизнь. На восходе сфинкс купается в лучах солнца. Глядя на это, древние египтяне изображали в виде сфинкса Хармахиса, одной из апостасей солнечного бога Гора. Фараоны строили пирамиды различной формы. В период разлива Нила работы по строительству пирамид значительно ускорялись. Лодки, груженные каменными блоками, теперь могли подплыть непосредственно к строительной площадке. А незанятых в полях крестьян можно было привлечь к тяжелым работам. На постройке Великой пирамиды Хёпса было задействовано до 100 тысяч рабочих. Только на расчистку площадки и возведение фундамента ушло 10 лет. На доставку всех камней из каменоломен потребовалось еще 20 лет. Около Абу-Рахеля, в районе Гизы, мы нашли могилу строителей пирамид. Из 10 тысяч работников, 2 тысячи похоронены именно там. В конце рабочего дня строители отправлялись в рабочие поселки. А если работник находил себе замену, он мог отпроситься в отпуск. Следуя приказам фараона, они постоянно возвращались на место строительства из родной деревни. Это не была иностранная рабская сила. Мы определили, что все рабочие на строительстве пирамид были египтянами. Рабочих не только кормили. Им предоставлялось все необходимое для комфортной жизни. Строители Великих пирамид не были рабами, это были наемные работники. Где же египтяне добывали камень, если 95% страны – пустыня? Асуан находится в 900 километрах от Каира и славится гранитными карьерами. В каменоломне стоит незаконченный обелиск. Гранитный блок, вырезанный в форме обелиска, окружен специально вырытым жёлобом. Жёлоб прокапывался отсюда и вот досюда. Такой же жёлоб прокапывался с другой стороны, но порода раскололась, и работы были остановлены. Этот обелиск высекался в древнем Египте ещё в бронзовый век. Бронзовые инструменты не могли справиться с прочным гранитом. Как же вырезали из скалы эти огромные блоки? Для обтёсывания гранита и придания ему нужной формы применялись инструменты из базальта, который прочнее гранита. Также остроумно использовались дерево и вода. Для удержания обелиска на лодке во время плавания изготавливали якоря, а для передвижения использовали верёвки и разлив нила. На своих плечах его никак нельзя было унести. Прокапывали канал, ведущий к реке, под обелиск подкладывали брёвна. Когда нила разливался, вода доходила до брёвен, они всплывали и уносили обелиск за собой. Эти отметки показывают, что когда-то отсюда был также вырезан обелиск. Про него мы знаем, что именно этот обелиск стоит в храме Карнака в Луксоре. Прямо перед карьером мы видим площадку, куда добирались воды нилы в период разлива. Вот ещё один незаконченный обелиск. Работы были прерваны после появления трещины в середине. Как его планировали вывозить отсюда? Этот обелиск, длиной 41 метр и весом 1150 тонн, был высечен из единого фрагмента породы. Только мощный поток нила мог доставить его в место предназначения. В период наводнения его доставляли до ближайшей пристани. Там его грузили на лодку и отправляли вниз по нилу. Процесс перевозки обелиска по нилу показан на рельефе погребального храма царицы Хадшипсут. Древние египтяне выбрали гранит в качестве строительного материала за его прочность. Гранит почти не подаётся эрозии и способен выдержать ветер любой силы. Сначала выстраивали каркас и стены из необожжённой глины и засыпали песком. Затем к этим стенам подводили песчаный пандус. Положив каменный блок на салазке, рабочие с другой стороны пандуса втягивали его наверх. Чтобы обелиск встал вертикально, салазки аккуратно вынимались. Точный метод постановки обелиска до сих пор неизвестен. Но, скорее всего, это происходило примерно так. Обелиск имел четыре грани, а на вершию придавали и пирамидальную форму. Эти обелиски ставили в честь Бога Солнца. На гранях обелиска записывались свершения фараона, достигнутые в ходе его земной жизни. Столь масштабные общественные работы давали дополнительный доход крестьянам в период простоя сельского хозяйства. Возведение обелисков начиналось только в период разлива Нила. Пока велись работы в поле, вся строительная активность затихала. Только в каменоломниках оставались каменотесы, которые высекали блоки из породы, пока крестьяне трудились в полях. В конце каждого дня они расходились по домам. А когда начинался разлив, то работа сосредотачивалась вокруг конкретного памятника. После того, как вода отступала, крестьяне шли домой растить урожай. В период Древнего Царства фараоны достигли наибольшего могущества. Но в 2050 году до н.э. между Фивами и Асьютом началась война, в результате которой страна погрузилась в хаос. Затем, в период Среднего Царства, отдельные регионы Египта получили значительно больше власти. На месте Фив, древней столицы Египта, сегодня находится город Луксор. В Древнем Египте западный берег Нила называли землей мертвых, в то время как восточный берег считался страной живых. Правящие фараоны жили на правом берегу, а после смерти их перевозили на левый берег, и там они обретали бессмертие. На восточном берегу в Луксоре можно найти могилы не только фараонов, но и представителей знати. В усыпальнице Сенефера можно изучить жизнь аристократа. Потолок украшен изображениями лозы, благодаря чему гробница получила прозвище «Виноградная». Сенефер был главой города Фивы и присматривал за садами бога Амона-Ра. Виноградина на потолке гробницы исполнена рельефно, создавая ощущение объема. Жену Сенефера звали Мерит. Здесь она показана в ярких одеждах с ожерельем и украшениями. Росписи показывают счастливые моменты семейной жизни. А также позволяют узнать много деталей о жизни Сенефера. У Сенефера было три дочери. Одна из дочерей сидит у папы на коленях. На семейных портретах присутствует также сестра и кузина Сенефера, что говорит о тесных отношениях внутри большой семьи. В гробнице Сенефера написаны шесть женских имен, но Древний Египет был моногамной страной, и все шесть имен, по всей видимости, относятся к одной, изображенной на стенах жене. Древние египтяне стремились обеспечить себе после смерти такую же богатую жизнь, какую они вели на этом свете. И гробница служила мостом между тем и этим миром. Современный Луксор по размерам гораздо меньше Фив, своего знаменитого предшественника. Сегодня здесь живут около ста тысяч человек, а в Фивах население достигало миллиона. В период Среднего Царства Фивы стали политическим и религиозным центром страны и оставались им на протяжении тысячи лет. Одновременно это был и главный торговый город. К Фивам стекались все товары, город процветал. Фиванская роскошь не знает себе равных в истории Египта. Египет окружен морями и пустыней. Пересечь их можно только на двух видах транспорта – лодках и верблюдах. Без верблюдов в пустыне выжить невозможно. За это мы и называем верблюдов кораблями пустыни. Верблюды способны переносить тяжелые грузы на очень далекие расстояния. Благодаря им в Египет привозили разные товары. Караваны верблюдов доставляли товары из других стран. Но что еще важнее, с их помощью Египет мог распространять свою развитую культуру далеко за пределы пустыни. Для письма древние египтяне использовали иероглифы. В переводе с греческого «иероглиф» означает «священные вырезанные письмена». Греки полагали, что иероглифы были священными символами для египтян. Египетские иероглифы расшифровал французский ученый Жан-Франсуа Шампальон. Вот так писалось имя Хуфу, фараона, построившего Великую пирамиду Гизы. Но до открытия Шампальона в 1822 году на протяжении 1200 лет никто не умел читать иероглифы. Для записи своих текстов древние египтяне использовали папирус. Папирус растет на болотистых берегах Нила и относится к семейству Асоковых. Он был важной статьей египетского экспорта. Для изготовления папируса растения разрезают на полоски 40 см длиной. Затем эти полоски вымачивают в воде и раскатывают скалкой. После чего полоски складывают крест-накрест и помещают под пресс, чтобы создать единую массу. Адгезивные вещества в соке папируса выступают в качестве клея. Папирус Ринда является самым древним математическим текстом в мире. На папирусах фиксировались исторические хроники и актуальная информация. Они во многом способствовали развитию цивилизации. Рехмира был городоначальником ФИФ в период правления двух фараонов – Тутмоса III и Аминхотепа II. В усыпальне Царых Мира на стенах можно увидеть роспись с изображением сцен повседневной жизни, сборщиков налогов и египетские законы. На одной из стен показаны данники, присланные из Ефрата, а также из Нубии – регионов, завоеванных Тутмосом III. Это масштабное свидетельство богатства и величия ФИФ. Нубия, Сирия, Греция и другие соседние страны присылали подарки древнему Египту, подчеркивая его военное превосходство и экономическое могущество. Субтитры создавал DimaTorzok 1-го в середине 16 века до н.э. скопление могил знати превратилось в долину царей. Так зарождалось новое царство, в котором централизованная власть снова взяла вверх над региональными элитами. 6 ноября 1922 года в долине царей была обнаружена небольшая скромная гробница. Она оказалась единственной усыпальницей фараонов, нетронутой грабителями за предыдущие века. В этой гробнице был похоронен Тутанхамон. Он взошел на трон в 9-летнем возрасте, а умер, когда ему едва исполнилось 18. В этой гробнице были сложены 3500 драгоценных предметов. Эти находки показали, что Древний Египет был поистине страной золота. Прочный золотой гроб юного царя весил 110 килограммов. Его лицо было покрыто золотой маской. Древние египтяне верили, что после смерти они еще раз вернутся к жизни. Они верили в загробный мир. Они представляли, что за гробом их ждет вторая жизнь. И в этой жизни им тоже понадобится богатство. Поэтому неудивительно, что в могилах Амона Тутанхамона, Рамсеса II, Сети I и Сети II было найдено много золота. Гробницы многих фараонов были до отказа набиты золотом. И это сделало их лакомым кусочком для позднейших грабителей. Во многих древних текстах мы находим подтверждение тому, что Египет славился своим золотом. Гомер в Илиаде описывает золотые столбы в древних фивах, городе с сотней ворот. Откуда в Египте появилось золото? Неужели самородки скрываются где-то в египетской пустыне? Источники золота нам подскажут росписи в гробнице Рахмиры. Здесь изображены люди, добывающие металл. В северной пустыне около храмов было обнаружено несколько месторождений золота. Золото встречалось в оливиальных песках, и благодаря своему цвету было очень хорошо заметно. Его было достаточно легко добывать. Шахты, в которых добывали золото, были найдены в частности неподалеку от храма Кум Амбо. Иероглиф Кум переводится как бронза. А Амбо, по мнению многих историков, это и есть золото. То есть название храма можно перевести как бронза и золото. Существует много изображений людей, выплавляющих золото, убирающих из него примеси и изготавливающих золотые украшения. Древнеегипетские ювелиры славились своим искусством. И сегодня в Египте сохранились изысканные методы обработки золота. На рынке Хан-эль-Халали вы сможете найти прекрасно выполненные украшения. Хуфу Саид Ахмед работает ювелиром уже 32 года. Он специалист по изготовлению браслетов. В его голосе, когда он говорит о работе, слышится заметная гордость. Вот это очень древнее украшение. Оно выполнено в форме бога Гора. Это ручная работа. Хуфу Саид Ахмед показывает и другие выполненные им браслеты. Затем он аккуратно раскладывает изделия, созданные его отцом. Вот это сделал мой отец. Это бог солнца. А это Рамсес II. А это тигр. Отец сам научил Хуфу всем премудростям ремесла и торговли. Отец работал 55 лет. Я начал учиться ремеслу отца, еще когда был совсем маленьким. Папа шел спать, я работал. А когда он умер, то я продолжил за ним работу в мастерской. Мой сын сейчас ходит в школу, но иногда помогает мне. Древние египтяне верили, что бессмертие можно купить, положив в гробницу кучу золота. Эта вера определяла их представление о загробной жизни. Важным элементом части перехода в загробную жизнь было мумифицирование тела фараона. В этом искусстве египтяне достигли больших высот. Внутренние органы вынимались из тела и хранились отдельно. А вот сердце не вынимали, так как считалось, что по его весу можно определить, сколько грехов за свою жизнь совершил фараон. Тело заворачивали в семь слоев льняного полотна. Это был последний этап процесса, занимавшего 70 дней. Древние египтяне обладали высоким уровнем медицинских знаний. Они верили, что хорошо мумифицированное тело сможет в этом состоянии достигнуть загробной жизни и там снова ожить. Поэтому качество мумификации имело большее значение, чем количество денег. Только идеальная мумия гарантировала процветание на том свете. В 1954 году напротив Великой пирамиды в Гизе были обнаружены пять солнечных лодок. Корабль «Хеопса» длиной 43 метра является старейшим обнаруженным судном в мире. Это была личная лодка фараона, которая несла его мумифицированное тело на другой берег. После этого путешествия ее разбирали и хоронили. Древние египтяне считали, что бог солнца дважды в день проплывает по небу на солнечной лодке. Поэтому для достижения бессмертия требовалось отправить тело на другой берег Нила в такой же лодке. Солнечная баржа, плывущая по небу. Воображение египтян не имело границ. Почему египтяне вообще уделяли такое большое внимание загробной жизни? В древние времена египтяне поклонялись солнцу и Нилу. Только два этих объекта имели религиозное значение. Солнце всегда восходит и заходит в одном и том же направлении. Оно определяет ритм жизни и смерти. Нил также своим поведением мог отделить жизнь от смерти. Восход и закат. Жизнь и смерть. Верования древних египтян базировались на простых наблюдениях за природой, в которой они жили. Они не сопротивлялись этим природным условиям, а приспосабливались к ним. Храм в Луксоре был построен в честь бога Солнца Амона. Это дополнение к храму Карнака было возведено Аминхатепом III и Рамсесом II. Рамсес стал фараоном в 1279 году до н.э. в возрасте 24 лет. В Нижнем Египте жили семитские племена. А из Нубии, расположенной на юге, в Верхнем Египте мигрировали к северу хамитские народы. Все фараоны стремились к тому, чтобы объединить два Египта. Это удалось Рамсесу II, который правил 2-3 века и скончался в возрасте 92 лет. Он завоевал и Нижний, и Верхний Египет и перенес военные действия на другие территории. Названия земель, завоеванных Рамсесом II, высечены на постаменте его сидящей статуи. Рельеф изображает процессию людей с руками, связанными за спиной. Во время правления Рамсеса II Египет достиг пика своего могущества. Он завоевал Верхний и Нижний Египет и присоединил Мубию. По всему обширному царству строилось множество храмов. Храмы Абу-Симбел расположены у нильских порогов, своеобразных вороты в Египет. Это еще одно архитектурное чудо Великой Эпохи. Рамсес II построил храмы Абу-Симбела из прочного песчаника, чтобы показать мощь и величие Египта. У входа статуя изображает Рамсеса в образе Бога, протянувшего руку в сторону Нила. Храмы Абу-Симбела стали вечным памятником самому фараону. В ста метрах от главного храма Рамсес построил храм в честь царицы Нефертари. Храм был построен таким образом, что солнечный свет попадал на заднюю стену только два дня в году. Считается, что этими двумя днями были день рождения Рамсеса и день его восшествия на трон. Но не в один из этих дней, как и в любой другой, солнце не достигало Птаха, бога подземного мира. Игры с солнечным светом придавали храму Абу-Симбела мистический колорит. Туристы со всего мира стекаются к храму Абу-Симбела именно в эти два дня, чтобы увидеть знаменитое явление. Оно длится всего 20 минут, поэтому гости не имеют права останавливаться у стены. В 1960 году в результате строительства Суанской плотины храмы Абу-Симбела оказались под угрозой. ЮНЕСКО и представители 50 стран работали над спасением храмов, чтобы переместить их туда, где они находятся сегодня. Храм был распилен на 1042 каменных блока и тщательно собран заново. Это одно из величайших инженерных предприятий в истории человечества. Храмы Абу-Симбела восстановлены идеально. Это значительное достижение в летописи спасения мирового наследия. Посвященный Богу Солнца Амону храм в Карнаке стал вершиной достижения Рамсеса II и отображает всю мощь Древнего Египта. За время своего правления Рамсес II провел несколько военных кампаний на территории современных Сирии, Ливии и Израиля. Битва при Кадеше стала кульминацией 16-летней войны против империи хеттов. В жестокой битве Рамсес доказал свою храбрость, а само сражение завершилось первым зафиксированным в истории подписанием мирного договора. В гипостильном зале храма Карнака насчитывается 134 колонны высотой 15 метров. Диаметр каждой колонны 3 метра. Многие храмы, построенные Рамсесом, служат доказательством величия и богатой истории Древнего Египта. Период его правления стал зенитом могущества Нового Царства. После его смерти Верхний и Нижний Египет снова разделились, и страна погрузилась в хаос. С появлением Мидии, Нового Вавилонского царства, разрушившее Ассирийское царство, мир заметным образом изменился. Вскоре Персидская империя обрела достаточно сил, чтобы в течение 100 лет держать Египет в своем подчинении. Затем Персия потерпела поражение от Александра Македонского, который, в свою очередь, установил контроль над Египтом. После его смерти здесь правила династия Птолемеев. Позднее Египет последовательно захватывали Римской империи и Византии, что привело к распространению христианства. В 639 году в Египет вторглись мусульмане, и древняя история страны была забыта на долгие века. До завоевания Александром Македонским Египет на протяжении 2820 лет последовательно управлялся фараонами тридцати династий. Следы древнеегипетской цивилизации сохраняются в стране и по сей день. Нил почитается местными жителями почти так же истого, как и тысячи лет назад. Разумеется, Нил для нас очень важен. Греческий историк Геродот заметил, что Египет это дар Нила, и живем в наши дни, он мог бы повторить это с тем же правом. Нил управляет нашей жизнью, река это душа нашей страны, это чувствует каждый египтянин. Нил помог древним египтянам выстроить богатую цивилизацию. Легендарная река и сегодня продолжает величественно нести свои воды через пустыню. На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова